МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День добр, шановные панства! Колешняя мястечка Асёння-вёска Ленин. А знаходится эта вёска Ленин в Житковицком районе Гомельской области былое великое князство Литовское, Асёння-республика Беларусь. Видать, вы подумали, что эта назова тут явилась, благодаря праводеру пролетариата Ульянову Ленину. Так вот не пажанное панство. Гэта поселища тут было с такой назовой ещё тады, калі праводерамусь большевиков, и в памине ещё не было. Ещё его не было и в проекте, калі тут было мястечка Ленин. Я вам хочу сказать, что на початку 20-го стагодзя поселища с такой назовой Ленин было адзинае на весь Белый свет. Вось тут, мінавіта, у нас на Беларуси. Ну то, ешто оно адзинае было на всю Российскую империю, дэк гэта дакладна. Ну дэк што, хадземте знайоміцца з гэтым колішнім мястечкам Ленин і з його же харамі ленинцами. На перет! Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Дай, пиши, дозволяю Юрию Юрьевичу Алельковичу заосновать мястечка в аурочище Ленин на речце Случ. И как бы этим мястечком далей вечно могли корыстаться все Алельковичи. Ну и, значит, поставил печатку свою королевскую, подпись свой королевский. Ну и, значит, садату написал 12 лютого 1568 год. И вот эта дата и лечится днем народжения мястечка Ленин. Назову Ленин мястечка трымала от урочища, дзе было заснаванное. Гэтая земля звала селенная, што азначала спадчыная. У великим князсты литовским у середневекции слово «лен» азначала спадчыная земля, якую давали шляхтицу при умове, што юн надалей будзе нести военную службу и выконвать іншые павинности. Каратей, ленная – гэта была нерухомая майомасть земля, якую князь давал покарыстаться своим васалам. Тому поселища, якое было заснавано на земле Ленной, и назвали «Ленна», а потом «Ленин». На дворе стомленной души прогнозу не подпарат куриц, а нёл спагады опякулиц. И смутных нелли ел кауши, и смутных нелли ел кауши, Нас подюб еду шаска ушел, как поступово прояснилося, Усё, что в снах весновых синилося, пакуль пастреха до дождь и шел, Пакуль пастреха до дождь и шел. Душа прочнется и на ног, Неудячны я отломать клопоты, Те розы день учинить дедопыты, Что там было в Украине сном, Что там было в Украине сном. У инчих местах, поважанное панство, Мястечки з'являлися на месцы сел, Альбо каляпанских дворов, То вось гэтае мястечка Ленин, Яно з'явилося, ну, Як говорится, на цалине, Ну, те колись казали, На сырым карани. Вось. Ну, и Юрий Юрьевич Алелькович Пачал заселять гэта мястечка Сваими селянами, Вось сюда их привозить, А так само дав дозвол селиться тут у мястечку Ленин Людям прыхожим и вольным. Ну, и што адрознивало вось мястечка адвезки? Кермаш? И па привилеи Жигемонта Аугуста, Значыц, Алельковичы мели права Сами назначать кермашный день. Коли захатели, Тады тут кермаш и провели. Ну, и па гэтым же привилеи Жигемонта Аугуста, Вось мясцовые же хары, Мели права тут трымать корчмы И вести андаль. Роду Алельковича, пажанопанство, Вось гэта мястечка Ленин Належала аж до 17-го стагодзя. Ну, а там ось опошня З роду Алельковича, Вось княжна Слуцкая, Софья Алелькович, Была выдадена замуж за Януша Радзивила, И вось таким чином, Гэты усе земли Алельковича Стали уже власнастю Рода Радзивиллами В 1788 годе Тут у местечку Ленин Была сбудованная царква. И освятили тут царкву У гонор на родженне Пресвятой Богородицы. Но за польским часом В 1928 годе Тут у царкви, Гэты был проведен капитальный рамон, И, до речи, тут у царкви, Вось, у этой Ленинской Знаходзелася Евангелие Выдадзена Еще у 1670-х годах. Ну, али подчас Другою Сусвятной войны Царква згорела. Страна тут недалека, Ось побачь, Каля речки Случ. Ну, и заховалися фотосдымки Той царкви. Вось так она выглядала. До 1990-х годов У Ленина вось за советским часом Царквы не было. И так в 1992-м годе Под царкву отдали Вось гэты будынок. И как бус будаваны, Шоу 1920-х годах Памешчикам Райковским. За поиским часом Тут знаходзелася пошта, За советами тут Знаходзелася школа, А сегодня в этом будинку Знаходзца православная Прочистинская царква. Богородице, Дево, Радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах И благословена ты в женах, И благословен плод чрева твоего, И благословен плод чрева твоего, Яко спаса родила, И си душ нашу. На сегодняшний день, Пожаные панства, В усе местечко Ленина Будуется еще одна новенькая Православная царква. Богородице, Дево, Радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах И благословен плод чрева твоего, Яко спаса родила, И си душ нашим. После другого поддела Речи Посполитой, Пожаные панства, Местечко Ленину вошло уже У склад Российской империи. Ну, а там, Дочка Доминика Радзивилла Была обвенчана Зливоном Витгенштейном, Ну, и эти родивилловские земли Стали властностью Витгенштейнов. Ну, и у Витгенштейнов Тут у майонтку Ленина Было больше 70 тысяч десятин земли. И тут было Коля сотни дворов. Ну, в 1863 году Тут у местечко Ленин Было открыто Народное училище одноклассное. И на той час, Это была одна научальная установа На всю волость. Ну, а центром волости Было местечко Ленин. И у этой волости Выходило 25 поселищ. Ну, и вось тут у местечко Была волостная управа, Паштовое отделение, Четвертое полицейское управа. Ну, и вось в 1866 году Тут у местечко проживала Амаль Пау Тысячи Жихару. У 1870 году, пожаны, панства, Вось у местечко Ленин Была сбудована Гэта православная капличка. Ранее она стояла вось у местечко. Ну, а ле коли пришли большевики, То и не хотели знищить гэтую капличку. А то местечко жихары, Вяровками, коньми Перетягли гэтую капличку Вось сюды на могилки, Далей вось от гэтых Вачей, гэтых воинствующих атеистов. Вось тут на могилках капличка Дожила до такого сталага веку. Редактор субтитров А.Семкин Под конец 19-го года Тут была каплица, Царква и была тут синагога. Потому что тут же локалисты Вельми шмат Габреев. По официальной версии, Усличится, что Праводыр Сусветного Пролетариата Владимир Ильич Ульянов Свой псевдоним Ленин Узял после Ленского расстрела. Ну, али уже на сегодня ведомо, Что к этим псевдонимам Он подписывался Ишэ до Ленского расстрела. Восьминавито, Паслясу встречи у Вильни В 1895-м годе С мясовыми, ося, Габреями С Бреслером, Белой Лиленберг И Мойшей Зайчиком. Ну, затракалися, ну там, видать, По большевицких своих справах, А может и по свояцких. Потому что вы же ведете, Что дядуля по мати У Владимира Ильича Бланк был, Габрей. Ну, дык вось Владимиру Ильичу Ульянову Спадабалась, Як мясовый Габрей Называет себе Ленинцами. Я никогда не чу ранее Такой вось назовы. Тому, что назова Ленин Была адзина, На всю Российскую империю, Менавито, вось тут, У нас, на Беларуси. Ну, и тады, вось, Гэты Ленинцы, значит, Бреслер, Белла Лиленберг И Мойша Зайчик Зарабили и продали Владимиру Ильичу Ульянову Пашпорт на прозвища Ленин. И так, с легкой руки Бреслер Белла Лиленберг И Мойша Зайчика, Будучи створальник Советской Державы, Почал называть себе, Як и белорусское мясточко, Ленин. Так что, поважаемые панства, Твор Ленин, думая про Беларусь, Написаны не без подставна. Ну, я вам хочу сказать, Что Беларусь, видать, И не одна икраина в свете на сегодняшний день, Где заховалось столько и шмат помнеков Владимиру Ильичу Ленину. Ну, и, конечно, Иож таки помнек и тут, Устарожитный местечко Ленин, От якого праводыр большевиков, Дякуючи местовым Габреям, И взял себе псевдоним Ленин. Ну, и, как и помнек, Тут шанують вельми, Даглядают за им, И раз на год обовязково Его покрывают свеженькой, Сребранной фарбой. За советским часом, Тут был створный музей У Владимира Ильича Ленина. Ну, а, когда Владимир Ильич Стал немодный, То в этом музее Был пера обсталяванный, Значит, Це пад іншим музей, И тут знаходился Уже в музее У гэтым помешканні Ленинцев Габреев. Ну, я маю на увазі, Габреев, Мястечко Ленин. Ну, а на сьогоднішній день У Мястечку Ленин Знаходиться уже музей, Який зовится просто Історика краєзнавчий. Мястечко Ленин У Мястечко Ленин, А якого далося псевдоним Провадырусу светного пролетариата, Жилокалісті вельмі шмат габреев. І на сьогоднішній день Тут захаваліся частково габрейські могілкі. І гэтые могілкі Для Беларусі вельмі унікальнія. Такі могілкі токі ось тут У гэтым мястечко. На Беларусь такі більш ні дзеняма. Тому што, ось, звычайно, На могілках габрейськіх Над могілі ставілі вось каменя, А ось тут над могілі, Зроблені з древа, Тут над могілі шмат Вельмі драуляніх З надпісамі па габрейську. З надпісамі па габреев. З надпісамі па габреев. З надпісамі па габрееві. Вось тут, у містечку Ленин, Каліс, ті жилу шмат багатых габреев. І для їхніх дзєцей тут навіть була створена Приватна школа Арона Лейбі. А ну, а усі астатні вучилися разом У адной агульной школі. Православні, каталіки і габреї. І тільки па субботах Они розділяліся, ось, гэтые дзєці. Тому, што па субботах До православних пріходзів батюшка, До каталікув – ксінц, А до габреев пріходзів равін. Ну, і я вам скажу, што вось тут, у гэтому містечку Ніколі не було ніяких національних І релігійних аспрічок. Усі жили вельми мирно. Але в 1941-м годі сюди пройшли фашисты, А в 1942-м годі фашисты растраляли Калі трох тисяч Мірних жихароў габреїв. І на місце їх гібелі Был поставлений вось гэтый Помнік. Ахвярам фашизм. Перед Другой Сусьветной Войною Містечка Ленин було районным центром. Был калісі тут такі створені Ленинскі район. І тут вось у центра района проживало Калі пяти тисяч жихароў. І вось пачас Другой Сусьветной Войны Фашисты спочатку растраляли тут усіх габреїв. А в 1943-м годі Яны вось тут выкапали на оскрайку Містечка Роў. І почали растралювати нічим непавінных Місцовых мирных жихароў. Православных і каталіков. І вось тут було растраляно У Ленина Ні декаля паутори тисячі Ні в чом непавінных Жихароў Місцовых. І само містечка Ленин тады Было цалкам спаляно. Ні декаля паутори тисячі Ні декаля паутори тисячі Каля пятидесяці прыватных кран тут було. Ну, я вам скажу, што полякам, Ну, мягко кажучи, Гэта назова Ленин не вельми падабалася. Ну, яны взяли і гэта містечка Ленин перайменавали ў гонар Одного свайго генерала-памежніка Сасынковскага. І гэта містечка почали называть Сасынковичы. І ўскрось поставили новенькі шильды Сасынковичы. Ну, але містові жахарі ўсё ровно себе называли ленинцами. І калі їх дісті пытаіся, «Вы хто?» Та не казали, «Мы ленинцы», «За што були ні однічы?» Ні пра що, ні за што бітыя. Ну, але калі ось ціду в 1939 році пришлі знов бальшовіки, у вересні місяці, то назова Ленин, ну, сами розумієте, була вернута на своє місце. На дворі я сьогодні пажанне паутори, канешні, мягко кажучи, не сонячне. Та дажліває. Ну, але не гляньчы на гэта настрой цудовний, тому што пабывалі ў такі вельмі цудовнім старожітній містечку Ленин. Ну і што тут хочеться сказаць, што, ну што, што містечка Ленин жіло, містечка Ленин жіве, і ніхайно жіве, і надалі. І дай Бог здароў ёк гэтаў містечку, і ягоным жіхарам. Ну і вам, я дума, так само. Нічого, дождь скончыцца, і будзе сонцца. Пошпіхав, сонсамага найлєпшага. І до зустрічі, простыць. До побачення! Богданlar